Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Сегодня перед нами вторая глава. В прошлой лекции мы говорили о том, что первая глава заканчивается введением к большой теме второй главы, развивающей тему о том, что праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. Неправоумствующие говорили сами в себе, «Коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти, и не знают, чтобы кто освободился из ада. Случайно мы рождены и после будем как небывшие, дыхание в назрях наших дым, и слово искра в движении нашего сердца. Когда она угаснет, тело обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух». Автор отмечает, что последующие стихи будут озвучивать позицию неправоумствующих, то есть он с ней внутренне не согласен. Хотя, заметим, данные слова в принципе легко вкладываются, например, в уста экклезиаста, и с его позицией согласуются во многом достаточно линейно. Как мы говорили, что внутри книг «Премудрости» наблюдается диалог, определенная дискуссия, то здесь автор как раз с экклезиастом и дискутирует. Единственное «но» – экклезиаст, так сказать, нигилист-теоретик. Он наблюдает за течением жизни, констатирует счету, но ни к каким линейным реакциям, ни к какому однозначному решению и, например, поведенческому типу это его не склоняет. Он все равно остается мудрецом, остается в отношениях с Богом, хотя вопросы об отсутствии разницы между участью праведника и грешника, как в жизни, так и в посмертии, для него не разрешены. Отсюда в том числе и вопрос ценности праведности для самого праведника. У экклезиаста он остается открытым. Автор «При мудрости» Соломона в рамках данной главы покажет, до чего логические схемы экклезиаста можно довести не в теоретическом, а в практическом поле. Таким образом, введение во вторую главу есть некоторым образом возвращение к темам экклезиаста. Мы видим это, например, в высказываниях. «Коротка и прискорбна наша жизнь». «Нет человеку спасения от смерти». «Случайно мы рождены, и потом будем как небывшие». То есть темы бессмысленности рождения и бессмысленности смерти. А, соответственно, из них как бы и отсутствие смысла и в жизни. Ведь ввиду чего жизнь может быть осмысленной, если у нас нет силы и власти к решению о том, чтобы принять ее, и к тому, чтобы оставить ее? На самом деле, эта дискуссия имела место не только в данный период времени, но развивалась и далее. Яркие ее представители – старшие современники Христа, они же – младшие современники данного автора, автора Премудрости. Это раввины Гелель и Шамай, представляющие две очень разных школы богословской мысли Израиля. Гелель – некоторым образом символы олицетворения, милости, мягкой праведности, терпимости, принятия. Шамай – наоборот, религиозный фанатизм, однозначность, системность. При всем несогласии этих учителей по массе вопросов, одной из немногих тем, в которые представители этих школ сошлись, стала тема осмысленности пребывания человека на земле. Обе школы в итоге пришли к выводу, что лучше бы человеку никогда не рождаться, каждому конкретному человеку и человечеству как таковому. Слишком велик груз ответственности, слишком велик выбор между разными путями и лучше бы никогда перед ним не оказываться. Рассматриваемые стихи дают прекрасное описание ощущения секундности, мгновенности жизни, которая, казалось бы, нисколько не значит и ничего не занимает в творении. Дыхание в назрях наших дым, слово искра в движении нашего сердца. И дым, и искра, безусловно, и символы скоротечности. Того, что сейчас есть, через секунду исчезнет. При том, что Ветхий Завет смотрит на эти темы по-другому. То есть озвученное не есть ординарная позиция Писания. А еще раз повторюсь, именно возвращение к вопросам экклезиаста, которые для основного объема Ветхого Завета не характерны. Он стоит очень самостоятельно в данном корпусе. Тема дыхания встречается в ряде текстов Ветхого Завета. Мы видим, например, в 103-м псалме огромное гимнотворение. С него, да, кстати, начинается православное вечернее. Здесь описывается все то, что бытийствует в мире. Автор возвращается к тому, что он видит каждый день и говорит, что это все хорошо весьма. Некоторым образом он как бы идет вслед за повествованием книги Бытия. Как там Господь творит и потом констатирует, что вот все хорошо весьма, так автор псалма, воспевая бытие, приходит к теме величия Божия. Так, благослови душа моя Господа. Господи Боже мой, ты дивно велик, ты облечен славой и величием. И дальше говорится, ты поставил землю на твердых основах, бездной, как и деянием, ты покрыл ее. И далее, ты послал источники в долины, между горами текут воды. И самый, в данном случае, самый важный момент, когда перечисляются животные, птицы и далее, далее, ты простираешь тьму, бывает ночь. Во время ее буродят лесные звери, многочисленные дела твои, Господи. Все сделал ты премудро. Псалом, как мы видим, совсем по-другому озвучивает тему присутствие духа, как дыхание жизни. Неправоумствующие говорят, дыхание в назрях наших дым, то есть нечто случайное, в то время как Псалом утверждает, что в этом, во власти над дыханием, одно из главных проявлений Бога в жизни каждого из существ. Отнимешь дух твой и исчезнет. Это Бог дает дыхание жизни, и сам может его отнимать. Если ты вернешь его, они обновятся, говорит тот же Псалом. Перед нами два очень разных осмыслений одной и той же темы, использующие один и тот же образ, дыхание. С чьей-то точки зрения? Получается, что дыхание, жизнь полностью в руках Бога, в его власти давать или отнимать. А с чьей-то точки зрения? С точки зрения неправоувствующих. Дыхание лишь случайность, ничтожность. Дальше автор приводит ряд других примеров воззрений данной группы. Когда искра разума угаснет, тело обратится в прах. Дух рассеется, как жидкий воздух. Имя наше забудется со временем. Никто не вспомнит о делах наших. Тема сохранения имени, памяти о делах, характерна для ближневосточных культур как таковых. Память, сохраняемая в именах, у дел всякого. В том смысле, что каждый наследует смерть, но хотя бы часть бессмертия присутствует, пока о человеке помнят. Это не только ближневосточная позиция. В европейской культуре эти идеи также проявят себя однозначно. Нет, весь я не умру, говорит наш классик. И конкретизирует. Душа в заветной лире, то есть в моем творчестве, мой прах переживет и тление избежит. Восток и Средиземноморье знают разные примеры попыток увековечения. Тот же самый Герострат действовал в рамках, в общем, этой же логики. Для основной части Ветхого Завета данный вопрос не интересен. Мы не наблюдаем, чтобы, к примеру, Авраам, Исаак или Яков или, например, пророки переживали о том, чтобы их имя сохранилось среди потомков. Такая идея, в том числе, к примеру, как и религиозная идея, присутствует в соседней культуре, в Египте. Здесь человека пытались сохранить всеми возможными способами, начиная от мумифицирования, собственно, сохранения тела, и заканчивая сохранением памяти, статуй, изображений, имен. То есть нечестивцы, получается, мыслят как бы в логике народов, логике соседей, что имя забудется со временем. В то время, как в раму было все равно, будут его помнить или нет. Ему было важно, чтобы он длил себя в потомках. Ветхий Завет тоже держится идея бессмертия здесь, но в другом типе, бессмертия в детях, как Адам, длящий себя в каждом новом поколении. И имя наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших, и жизнь наша пройдет как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца, и отягченой теплотою его. Ибо жизнь наша прохождение тени, и нет нам возврата от смерти, ибо положена печать, и никто не возвращается. Если ветхозаветные тексты в основном молчат о идее посмертного существования, то идея воскресения в них все-таки в некотором объеме присутствует, хотя и совершенно не так линейно, как в Завете Новом. Это тот же пример Иова, который несколько раз возвращается к теме помощника-искупителя-заступника, той сущности, которая блюдет его интересы. И при этом, да, здесь он говорит, что он, то есть искупитель, восставит из праха распадающуюся кожу мою. При том, что книга Иова, еще раз повторимся, дистанцирована от всего ветхозаветного корпуса, то есть Иов не еврей, его друзья не евреи, и все они живут не в Палестине. Но здесь конкретная надежда на восстановление телесное. Здесь же мы слышим уже из уст израилетян. Положена печать, никто не возвращается. Все есть только здесь, никакого посмертия нет. Поэтому и вывод будет достаточно прост и незатейлив. Будем же наслаждаться настоящими благами, спешить пользоваться миром, как юностью, преисполнимся дорогим вином и благовониями. И да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни, увенчаемым со цветами роз, прежде чем они увяли. Никто из нас, не лишай себя участия в нашем наслаждении. Везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наш жребий. Такого-то типа логика в Ветхом Завете встречается регулярно и четко принадлежит одной и той же группе – глупцы. Ешь, пей и веселись, потому что завтра умрешь. То есть, получи сейчас, потому что завтра не будет. Как из одного и того же посыла можно вывести разные результаты? Даже достаточно поздний христианский автор, преподобный Никодим Святогорец говорит, помни, тот, кто даровал тебе утро, не связал с себя обещанием дать тебе вечер. То есть, он тоже указывает на мимолетность жизни, но делает вывод, что надо торопиться делать добро, потому что мы не знаем, продлится ли хотя бы сегодняшний день. Нечестивцы же делают вывод, что надо торопиться набить себя из тех же соображений. Мотив один и тот же – скоротечность, то есть мало времени, делай с этим что-то. И оказывается, что мы можем делать с этим диаметрально противоположные вещи. Это не просто некая абстрактная логика нечестивцев, а в общем-то один из ответов на повешенный как раз экклезиастам вопрос. Все умирают, что делать? И Ближний Восток в целом ряде своих текстов, не библейских, дает достаточно однозначный рецепт. В эпосе о Гильгамеше на поиске смысла жизни и смерти, на поиск бессмертия, богиня Сидурия, являясь Гильгамешу, воспроизводит практически тот же текст, который мы слышали только что в устах нечестивцев. Ты же, Гильгамеш, насыщай желудок, днем и ночью да будешь ты весел, праздник справляй ежедневно, днем и ночью играй и пляши ты, только в этом дело человека. То есть всесмертно. С этим ничего делать нельзя. Это негативизм, который в итоге перерождается в общем-то в примитивный гедонизм в наслаждении сегодняшним днем, потому что завтрашнего дня нет. Конечно, это не единственный ответ, который дают ближневосточные тексты. Но ответ очень популярный. В таком виде он встречается не только в Месопотамии, но и в ряде текстов Египта, и в том числе регулярно озвучивается как возможный путь жизни и у самого экклезиаста. Дальнейший итог. Нечестивцы приняли позицию, что они будут есть, пить и веселиться. Но этим дело не заканчивается. «Будем притеснять бедняка-праведника, не пощадим вдовы, не постыдимся многолетних сединстарцем. Сила наша, да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным». Казалось бы, странный вывод. Но все просто. Оказывается, что любые ресурсы ограничены. То есть, если есть, пить и веселиться ежедневно, и при этом не работать, значит, нужно получать это каким-то другим способом. Например, отнимая у тех, кто это уже наработал. Отсюда и стремление притеснять бедняка-праведника, вдову-старца. Отнимать это у равных себе опасно, надо брать у слабых, тех, кто не может оказать сопротивление. «Сила наша будет законом правды» эта библейская цитата является своеобразным девизом целого ряда не только преступных групп, но и благообразных, казалось бы, политических движений. Век 20-й тому яркое подтверждение. И в своей жизни мы периодически к этой концепции возвращаемся, когда в выборе между простым и правильным выбираем простое, прожимая с усилием ситуацию, рубя, а не распутывая, являя тем самым, что моя сила и есть закон правды. Устроим ковы праведнику, ибо он втягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания, объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя Сыном Господа. Он перед нами обличение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на Него, ибо жизнь Его не похожа на жизнь других и отличны пути Его. Он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет Отцом Своим Бога. Увидим, истинны ли слова Его, и испытаем, какой будет исход Его. Ибо если это праведник и Сын Божий, то Бог защитит Его и избавит Его от руки врагов. Испытаем Его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение Его и видеть незлобие Его. Осудим Его на бесчестную смерть, ибо по словам Его о Нем попечение будет. Здесь практически слышна речь членов Синодриона, осуждающих Христа на смерть. Он тщеславно называет Отцом Своим Бога. Или же, например, в момент, когда Христос страдал на кресте голос от наблюдающих «Подождите, посмотрим, вдруг придет Илья снять его». То есть маловероятно, но можно проверить. В этих стихах премудрости, в отличие от евангельского текста, четко проявлены мотивы подобного поведения. И это не просто агрессия. Во-первых, здесь праведник показан как бельмо на глазу для нечестивцев. Он противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания. На примере Христа мы видим, что он часто указывает своим собеседникам «Вы нарушаете заповедь Бога ради предания вашим», например. И в Ветхом Завете образ отрока Господня у Исаии описывается в этой же логике. Он был мучен за беззаконие наши, грехи наши были на нем, а мы считали, что он наказывается за дело. Для Ветхого Завета идея обличения нечестивцев прилюдна и противодействие им имеют место. Пятикнижие озвучивает ряд вещей, которые являются социальными беззакониями, ну, например, в том числе нарушение субботы. Казалось бы, это очень личный момент, соблюдать данный день или нет. Но человек такой истребится из народа, говорит Писание. При этом иудейские комментаторы говорят, что истребится из народа, то есть то, что он не будет в нем жить, не оставит потомства, не то, что его нужно убивать. Стихи указывают, что праведник имеет некую активность. Он противится делам беззаконных, укоряет их в грехах, поносит за грехи воспитания, но есть одно но. На весь текст мы ни разу не слышим праведника. Слышим мы только нечестивцев. Праведник молчит, нечестивцы говорят. Образы слышания и видения являются одними из основных в библейской традиции, описывающими взаимоотношения человека и Бога. Лучшим объяснением, почему праведник безмолвствует, является толмудическое толкование пассажа из книги Бытия. Лия, будучи нелюбимой, старается приобрести любовь своего мужа через чудородие. Это 29 глава. Подряд Бог дает ей сыновей, Рувима и Симеона. И еврейский толкователь обращает внимание, почему в первом случае благодаря Бога Лия говорит, что он призрел на мое бедствие, 32 стих, а во втором Господь услышал, что я нелюбима, 33 стих. Почему называют ребенка Симон, услышанный от еврейского шма, слушай. В первом случае сам творец обращает внимание на объективный факт, нелюбовь Иакова к первой жене, и вмешивается в ситуацию, исправляя ее. Во втором, по милосердию он склоняет свой слух к молитвам Лии, все еще неуверенный в том, что ее положение в браке укрепилось, хотя это не так. Таким образом, праведник молчит, потому что знает, Бог видит его реальное положение. То есть, он знает, что Бог видит, в отношениях с Богом у него нет неуверенности. Поэтому на протяжении всей второй главы праведник и молчит, а нечестивцы говорят. Обращаю внимание, безусловно, это не общая логика, например, молитвы как таковой. Это скорее логика не молитвы, а отношений. Когда в каких-то кризисных моментах я не вижу одномоментного ответа, должен понимать, что меня слышат и видят, что Бог от меня никуда не ушел и не отвернулся. Дальше нечестивцы озвучивают основную проблему. Праведник не только и не столько как-то активничает, а он просто другой, он не такой, как я. Объявляет себя имеющим познание о Боге, называет себя сыном Господа. Нечестивец хочет, чтобы его поведение было абсолютно нормативным. Это необходимо ему для окончательного усыпления собственной совести. Он перед нами обличение помыслов наших. Тяжело нам смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других. И отличны пути его. То есть наличие другого рождает в нечестивце внутренний конфликт. Отсюда, кстати, в общественном дискурсе, например, запрос на грешную церковь. Мысль о том, что проповедующие высокие истины живут на самом деле низкой жизнью, позволяет мне жить низкой жизнью. А в противном случае у меня будет постоянный разрыв, который рождает во мне некую неуспокоенность от знания, что в принципе-то можно жить по-другому. Увидим истинные слова. Испытаем, какой будет исход его. То есть если это праведник Сын Божий, Бог защитит его, избавит от руки врагов. Вот в этой фразе стопроцентная уверенность, что этого не произойдет. Просто потому, что говорящие не самоубийцы. Потому что уверенность, что Бога нет, что для того периода все-таки нонсенс. А скорее, что Бог безразличен. Есть в данном случае уверенность предваряющая. Никто в трезвом уме и понимании всесилия Божия и его вовлеченности в историю не стал бы ему противодействовать. Поэтому заявленный нечестивцами эксперимент коренится вот в такого рода пошлом агностицизме. Эксперимент должен лишний раз доказать злодею его собственную правоту в данном вопросе, что праведность глупа и бессмысленна. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. То есть праведник с их точки зрения благостен именно потому, что нет внешнего раздражителя или угрозы. Лишь только они появятся, он станет таким же злодеем. Для нечестивца важно прийти к выводу, что в критической ситуации или сложных обстоятельствах по-другому, то есть по пути мира и исполнения заповедей, никто не пойдет. Обстоятельства одно из базовых внутренних оправданий согрешающего. Расхожее выражение не мы такие, а жизнь такая прекрасно вписывается в логику данной главы. Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их, и они не познали тайн Божьих, не ожидали воздаяния за святость и не считали достойными награды душ непорочных. Бог создал человека для нетления и сделал его образом вечного бытия своему, но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывают ее, принадлежащие к уделу его. Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба ослепила их, они не считали достойной награды, не искали достойную награду душ непорочных. Это первое, яркое, однозначное звучание данной темы на весь ветхозаветный объем. Здесь мы видим четкое указание на наличие награды для непорочных душ, то есть отношения с Богом имеют конкретное измерение. Ветхий Завет в большинстве текстов постулирует успешность земной жизни при соблюдении заповедей. Нечестивцы и экклезиаст отвергают эту простую линейность, и мы встречаемся с текстом, где говорится, что в этом есть некая тайна Божия, есть воздаяние за святость, есть достойная награда для непорочных душ, но они в ожидании, то есть она может быть не явлена сразу или не явлена в этом мире, но она в итоге явится в полноте. Далее следует принципиальнейший фрагмент, являющийся неким итогом первых глав книги Бытия. Бог создал человека для нетления и сделал его образом вечного бытия своего, но завистью дьявола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к делу его. Это абсолютно оптимистичная антропология, наиболее однозначное указание на высоту призвания человека. Бытие об этом в общем-то не говорит. Оно упоминает о том, что человек создан по образу и подобию Бога, но зачем, в чем мотив Творца, в чем мотив сотворения мира как такового, из них не очень понятно. Мы видим, что Бог творит, но не знаем зачем, к чему призван этот мир. Здесь же указано, Бог создал человека для нетления, то есть для вечности, чтобы он пребывал с ним, чтобы пребывал в союзе, пребывал в общении, в любви, и сделал его образом то некое соответствие и подобие в нем он закладывает, чтобы это взаимодействие, это общение могло иметь место. Также здесь осмысленна и катастрофа грехопадения завистью дьявола. Какой зависть? Отцы говорят, что завистью к человеку. Блаженный Августин в толковании на Псалме замечает, что Адам пытался похитить божественное достоинство по вере в дьяволу, до того возжелавшему той же славы. Он говорит, присвоил себе дьявол то, что не получил и погубил то, что получил. И из этой же самой чаши своей гордыни он предложил испить тому, кого хотел обольстить. Вкусите, говорит, и будете как боги. Зависть дьявола, еще раз повторюсь, к величию бога и достоинству человека. Именно от нее, а не от воли и желания бога, вошла в мир смерти. Это еще раз говорит о том, что смерть не современна человеку. Она появилась позже, чем он и не является его антологическим качеством. Человек не должен умирать. В первой главе мы слышали, бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо создал все для бытия. В плане бога о мире смерти нет. И апостол называет ее последним врагом, говоря, последний же враг истребится смерть. Наступит время, когда ее не будет. испытывают ее принадлежащие к уделу его. Безусловно, смерти подвластны все, как принадлежащие к уделу дьявола, так и не принадлежащие к нему. С одной стороны, ввиду того, что в каком-то смысле мы все к этому уделу принадлежим через испорченность природы грехопадения. С другой стороны, автор имеет ввиду, что прямо здесь и сейчас кто-то испытывает смерть не только в плане смерти физической. Эта идея великолепно раскрыта у Данте Легери. В божественной комедии есть момент, когда Данте встречает душу своего живого современника, но уже претерпевающую муки ада. Безусловно, это художественный прием, но он иллюстрирует идею о том, что ад и смерть начинаются здесь, равно как блаженство и рай. И на самом деле, только здесь и то и другое и имеет начало. Об этом и Христос говорит, что Царство Божие внутри вас и оно не приходит приметным образом.